Добрый вечер, друзья! Это традиционный эфир, который называется «Исцелим этот мир вместе». Сейчас я подожду, когда вы все приснитесь, и мы начнем работать. Добрый вечер! Так, нас больше и больше. Я знаю, что вы ждете, и это хорошо. Так, добрый вечер, кто сейчас подсоединяется. Сейчас я открою наш волшебный список. Как меня слышно, видно. Пусть кто-нибудь даст обратную связь. Еще как. Для тех, кто первый раз видит меня в эфире, напоминаю, что это традиционный эфир, который провожу раз в неделю. Сейчас пока он проводится по вечерам, в 21.00, в среду, по московскому времени, посвящен теме исцеления. Суть которой очень простая. Если вы хотите стать его участником, то по хэштегу «Исцелим этот мир вместе» найдите от 14 мая 2019 года пост на моей странице Instagram. И там написаны все условия, при выполнении которых вы попадаете в мой список. И во время прямого эфира, если вы подали заявку, я вас среди всех тех, кто сейчас заявляется, беру в эфир. И после этого даю консультации. И таким образом, когда я помогаю кому-то в прямом эфире, в течение 10-15 минут провожу сессию, работаю, даю внушение, исцеляю. В этот момент у всех тех, кто просматривает, верите в это или нет, наступает тоже исцеляющий эффект. Так, добрый вечер. Давайте посмотрим, кто у нас уже заявился. Так, сейчас попробую посмотреть, есть ли у меня знакомые ники. Список огромен. Так, сейчас смотрю. Вероника Мила, давайте вас проверим. А, есть 631-я у меня в списке. Сейчас пока подсоединяется. У нас помню, что мы с вами сейчас будем работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас разбудил? Я точку вкладываю. Извините, мы уже заявку подали. Видимо, вы откуда? Сейчас, минутку. Вы же Вероника, правильно я понимаю? Да, да, да. Вероника. Окей. Вы откуда, Вероника, где вы сейчас? Из Уфы. Из Уфы? Так. Сколько у вас времени? 11. 11. Хорошо. За ребенком кто-нибудь посмотрит? Она уже уснула, да, все нормально. Ну, я думаю, все будет хорошо. Окей. Итак, что побудило обратиться? Вот у меня как раз вопрос по ребенку. Угу. Дочка 2 и 3 года. Так. И в ноябре того года она проглотила монетку. Так. И она у нее застряла в горле. Так. Ездили в больницу, там, не смогли сделать рентген. Она у нее там где-то, у меня 2-3 дала в горле. Так. И потом, ну, через 2-3 дня поехали обратно, сделали рентген, вытащили эту монетку. Угу. ФГ сделали. Угу. И потом, в ноябре у нее началась по ночам рвота. Так. Вот она вот засыпала где-то примерно 10. И около часа у нее началась, ну, была рвота. Сначала реже, потом как бы чаще-чаще, несколько раз в неделю была. Угу. Ходили к гастроэнтерологу, и гастроэнтеролог назначил лечение. Ну, вот мы вот как бы лечимся сейчас. Да. Работа прекратилась. Угу. Вот. И еще вопрос по поводу веса. У нее как бы, ну, очень маленький вес. Сколько? Около 10 килограмм. Так. Вот. Как дочь зовут? Амелия. Амелия. Так. У вас она одна? Да. А сейчас у меня вторая беременность. Так. Мы вас поздравляем. Спасибо. И все, кто смотрит. Спасибо. И вот как раз где-то в ноябре я забеременела. И получается, в ноябре у меня началась рвота. Так. Вот это вот как-то может быть связано или нет. Ну, сейчас посмотрим. То есть была ситуация, при которой она проглотила монетку. Вы перепугались. После этого рвота и еще и параллельного забеременела. Так совпало все это вместе. Да. Так, как часто сейчас рвет ребенок? Вот мы принимаем лекарства, но у меня нет рвоты. Так. А если не принимать лекарства? Ну, пока вот как бы курсы лечения еще не прошли. Ну, а когда курс-то начался? Ну, вот месяц. А до этого весь январь и февраль у ребенка была рвота? Да. А как часто она была? Вот я говорю, сначала реже было там, когда может быть расстануло. Ну, последний день, когда была рвота, это сколько раз в день? Нет, это у нее по ночам было. Ну, по ночам была. Так. Иногда во время стресса, когда сильно плакала, у нее тоже днем было так. Пару раз, ну, может быть, там раза три-четыре в неделю. А когда она у вас была в животе, была первая ваша беременность, как вы ее перенесли? Ну, конечно, у меня до этого была замерзшая, и я очень сильно нервничала, переживала, волновалась. Рвота была у вас во время беременности? Нет, не было. Изжога была. Изжога просто была? Да. Сколько она держалась изжога? Ну, последние там месяца, но не помню точно. Ну, так, нормально. То есть, Вероника, вас, скажем так, беспокоит то, что у вашего ребенка на протяжении двух месяцев после этого стресса была рвота? Плюс то, что у ребенка слабый недостаточный вес на ее возраст, 10 килограмм. Конечно, она уже где-то в районе 15 должна весить, на минимум. Да. Вот. Ну, как бы я в детстве тоже мало весила, я была худенькая. И муж тоже худощал телосложение. Так. Ну, а вы сколько весили в ее возрасте? Ну, не знаю, не могу сказать, но я тоже, как и в школе, я была самая худая, там в классе. Ну, скажем так, кроме рвоты, при этом какие-то симптомы есть, которые вас беспокоят в ребенке? Ну, и вот сейчас как бы тоже немножко сон испортился у нее. Она стала поздно засыпать, где-то в 11-12. Хорошо, Вероника, я понял. Это все, что беспокоит? Или еще что-то такое, что вот тревожно? Ну, немножко отношения с мужем. Что с ним не так? Ну, вредные привычки я не могу. Какие? Алкоголь? Да, курение, алкоголь, я не могу это принимать. Так. Вас тошнит от него? Ну, нет, не тошнит. Не тошнит. А что? Как вы чувствуете его вредные привычки? Как вы чувствуете? Мне неприятно. Как неприятно? Какое ощущение у вас вызывает это неприятие? Какое-то внутреннее напряжение. Где оно? В каком месте вашего тела? В груди. В грудной клетке посередине? Да. Окей, хорошо. Вероника, сколько вам лет? 42. 42 года. Окей. Сейчас мы на какое-то время станем вашей, вернее, вы станете вашей дочерью. Амелии своей. Вот скажите себе, я Амелия? Я Амелия. Как ощущения? Амелия. Да, Амелия. Как мне в ее теле? Ничего не пойму. Комфортно? Вот вы, я Амелия, да? Вот мне два года и три месяца. Как ощущения? Нет, некомфортно. Где некомфортно? В каком месте тело? Ну вот, в районе груди. Там же, где и у вас, да, вот это ощущение от мужа? Да. Так. То есть, у вас общее впечатление от того, что в семье происходит? Нет, ну вот как-то еще ноги дрожат. Так. Окей. Ну, я думаю, что есть смысл не с ребенком работать, а с вами. И мы сейчас изучим этот симптом, посмотрим, откуда он взялся. Итак, вспомните вот это ощущение, которое у вас здесь вот родилось, когда вы вспоминали о том, что ваш муж злоупотребляет алкогольными напитками, и вам это неприятно. Но вы ничего с этим не можете сделать. Сколько этого лет продолжается? Года три. Года три. Итак, пойдемте в прошлое, посмотрим. Итак, скажите себе, мне 40 лет. Вот это ощущение остается в вашем теле? Да, есть. Мне 30 лет. Есть. Мне 20 лет. Есть. Мне 10 лет. Ну, и 5 лет. Есть. Не один день я в животе у свою мамы. Как ощущения? Есть. Что это чувство, папина или мамина? Мама, как вас уже зовут? Зоя. Сколько было лет, когда вы родились? 26. Я Зоя, мне 26 лет. Как ощущения? У меня ноги сильно раз поражали. А вот это ощущение есть в груди? Да, есть. Да, есть. Я Зоя, мне 20. Есть. Я Зоя, мне 10. Есть. Я Зоя, мне 1 год. Есть. Я Зоя, мне 1 день. Я в животе у своей мамы. Как ощущения? Нет. Как там? Есть. Идем сразу в предка. Я тот предок, с которым не начался этот конфликт. Кем я себя чувствую? Мужчина или женщина? Нет. 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 И что в моей жизни происходит? Нет. Что происходит, когда этот конфликт начинается? Что я вижу? В каких обстоятельствах я оказался? Ну вот, ты вижу, что кажется, что мне 40 лет. что происходит в этот момент в моей жизни? В каких я обстоятельствах оказываюсь? Кто рядом со мной? Что я вижу? В каком месте я нахожусь? Один я или с кем-то? Мне кажется, нужно бежать. Куда бежать? Куда мне надо бежать? От чего или к чему? Куда бежать? В поле, что ли? Куда-то бежать надо. Что там в поле должно произойти? Или от чего я бегу в поле? Может быть, война? Что я вижу во время этого действия? Что мне в поле делать, Варень Вейден? Давайте, Фероник, сосредоточьтесь. Немножко осталось. Ну, видимо, там стреляют и охота убежать оттуда с этого поля. Чтобы не видеть. Не видеть или чтобы меня не убили? Чтобы не видеть. Не видеть чего? Все это. А что там такое? Я не хочу видеть. Что такое на этом поле происходит? Чего я не хочу видеть? Ну, война все взрывается. Так. Я солдат или я случайно там оказался? Солдат. Солдат. Окей, воспоминания войны. Давайте с этим поработаем. Итак, я этот мужчина мне один день обживатил свою маму. Как там ощущения? Как там ощущения? Так же. Так же это как? Мне там тревожно? В один день? Да. А за один год до моего зачатия как ощущения? Спокойно. 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 Ко мне приходит Бог, представьте, и говорит, через год начнется твоя земная жизнь. Но даже если в твоей жизни получится так, что ты будешь воевать, ты будешь видеть войну, и ты очень сильно это будешь пугаться, не захочешь это видеть, и захочешь убежать из этого, потому что для тебя это будет казаться кошмаром, адом, и самой злой и ужасной картиной в твоем мире, в твоей жизни. Но это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты почувствовал себя счастливым, самодостаточным, уверенным себе мужчиной. Это для того, чтобы все твои потомки жили бы на уровне безусловной любви и получали бы удовольствие от этой жизни, наслаждаясь каждым ямником просто так и без всяких условий. Это для того, чтобы ты радовался своей жизни, не сомневаясь в том, что Бог всегда тебя сопровождает. Как ощущения? Спокойно. Спокойно. Итак, Вероника, возвращаемся в настоящий момент. Мой супруг выпивает. Как ощущения? Нейтральная. Нейтральная. То есть, как будто пьет и хочет, пусть пьет. Вас это не задевает. Да. Окей. Если что, вы его нальете, да? Если попросите. Так? Нет. Нет, не бойся, да? Нет. Ну, водички из-под крана нальете? Или из бутылочки? Ну, хорошо, да. Я пошутил, Вероника. Хорошо, Вероника, понаблюдайте за ребенком, я думаю, что будет гораздо лучше. То есть, понимаете, здесь манифестировала травма, которая давно-давно сидела в родовой системе и вот так вот свихивала ваше состояние восприятия. Вот. И очень часто один лишь этот пазл вставишь на свое место, убираешь эту боль, которая была в родовой системе и все, что на ней скопилось, просто пропадает. Казалось бы, где здесь война, где алкоголизм? Ну, душевная боль, она вот таким образом манифестирует, просачивается через сознание человека и в виде вот таких вот реакций манипулирует его восприятием. Вот. А дети эту стратегию перенимают и потом дают вот такие вот невротические реакции. Поэтому пожелаю вам удачи. Потом напишите через месяц, как у вас было дела. Договорились? Спасибо. Еще хотел попросить про предназначение. Это прямо у нас это самое. Каждый раз спрашивают. Вы еще не знаете, чем... У вас и так уже предназначение открылось. Вы мамой второй раз станете. Да, но как бы хочется и... Ну, можно третий раз стать? Ой, нет, уже все, уже возраст. Сколько вам? 120? Мне 42. Ну и что? Жизнь так начинается. Как говорят, 45, баба-ягодка опять. Вам еще 3 года ждать этого возраста, поэтому чего вы скромничаете? Вы зачем хотите работать? Вот объясните мне. Чтобы были деньги. А что, муж не способен это сделать? Муж не способен зарабатывать? Муж способен зарабатывать? Да. Так пусть зарабатывает. Ну, не хватает. Ну, пусть зарабатывает больше в 10 раз. Просто поверьте в него, что он это может. А как? Это уже второй вопрос. Вам зачем впахиваться? То есть вы не для этого созданы? Согласны со мной? Да. Вот. Если вы пойдете и будете пахать, вы себя потеряете. Ради каких-то денег, чтобы там закрыть какие-то социальные вопросы. есть сильное звено в вашей семье, называется мужчина. Пусть эту задачу решает. Просто поверьте в нему и дайте ему шанс. И все у нее получится. Ну, а вот на себя как бы наличные расходы? Это тоже его задача. Всегда должна быть графа семейного бюджета наличные расходы жены. И куда они уходят, никому неизвестно. Даже если это больше часть. Доход. Согласна, Санна? Да. И все счастливы? Спасибо. Ну, все, удачи. Спасибо большое. Спасибо. Так, друзья, идем дальше. Сейчас включу ваши комментарии. Я их отключаю, чтобы всем было видно. Где вы пропали? Я никуда не попадал. Так. Так, давайте посмотрим, кто у нас еще сегодня заявился. Так. Вот здесь психолог Ольга Шитеева. Давайте попробуем с психологом поработать. Если вы заявками есть, Ольга, я вас пойму. Согласны? Если вы осознанно подали заявку. Так, психолог. Так, что-то психологов у меня вот с таким Ольга ником нищется. Нет, не хочет. Значит, вы не подавали заявку. Либо я вас еще не успел включить список. Так, сейчас еще раз. Бывает здесь немножко глюч-список. Так, 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 так. Так, может быть, где-то буквы вкажутся. Нет, не хочет. Ольга, у вас нет на нашем списке. Как-то так получается. Так, сейчас посмотрим, кто еще. Так, давайте Юлю посмотрим. Вот это первое. Ай, наверное. Юлия. Это Юль вас тоже не ищет. Хотя Юлия много. Не только у вас. Друзья, давайте так. Напишите те, кто точно есть в списке. Не просто я хочу, а о том, чтобы вы подавали заявку. Да, конечно, временно это приходится тратиться. Я подавала. Анна Экель. Давайте посмотрим, Анна. Так. Анна. Не ищут. Знаете, какая может быть история? Если когда-то вы подавали заявку, у вас был закрыт ваш аккаунт, то в этот момент я вас мог не найти. А потом, если бы вы его открывали, то я просто за последние недели всегда просматриваю. Поэтому давайте, мы как догадываемся с вами, вы еще раз подадите заявку, и я вас тогда увижу. Все хотят эфира. Идеальный мир. Давайте посмотрим, что у вас идеальным миром. Вчера вроде смотрел. Да, идеальный мир. У вас есть 720 свежих людей. И давайте вас возьмем. 720 номер. Недавно, видимо, его продавали. Я люблю стоячков брать, кто давно ждет. Так. Ждем. Идеального мира. Здрасте. Здравствуйте. Что-то так темно, а у вас? Вы тоже изофрошены? Нет, я из Питера. Из Питера. Ясно. Вы где-то в машине, что ли? Нет, я дома. А что в темноте? Ну, у меня просто в спальне, такой свет могу чуть-чуть поверче сделать. Дети не спят? У меня нет детей, поэтому я вам написала. Вы по этому вопросу обратились? Да, по этому вопросу здоровья. Давайте начнем с... Как вас зовут? Ира зовут меня, Ирина. Ирина. Чем занимаетесь, Ирина? Я дизайнер-архитектор. Поэтому я иномир? Нет, это просто личная страница, отдельно сделана. Хочу просто фотографии там публиковать. У меня есть профессиональная отдельная страница, могу вам потом скинуть. Там интерьер. Хорошо. Здорово. Отдельно личная, закрытая. Окей, в чем вопрос, Ирина, давайте, по пунктам. Вопрос в том, что мне сейчас 39 лет, через 3 месяца будет 40. И у меня очень счастливый брак, второй вот сейчас. Первый был очень неудачный. И ему, нашему браку 8 лет, и совершенно у нас не получается ничего. Была одна беременность, которая закончилась, замерла на 2 месяца. Это было почти 2 года назад. И у меня 8 лет назад начали полипы удалять. Вот буквально в феврале шестой раз удаляли. Кто вот с этим знаком, знает, что это ненормальная ситуация. Они растут и растут, да? Да. В полости матки? Да. Их несколько растает, или один? Всегда один. Так. И что? Я вас перейдем. Последняя операция была в феврале, она очень тяжело прошла. Я пробовал работать с психологами, искать, в чем причина, но, собственно говоря, пока я не понимаю, потому что может быть много разных причин. И она не найдена, ничего не убрано. И, собственно говоря, вот уже время, уже с возраста, хочется как-то, ну, чтобы благополучно все это у нас дальше развивалось. И очень хотим ребенка с мужем, конечно. Угу. А мужу сколько лет? И как его зовут? Мужа зовут Алексей, мужу 39. Алексей. Ровесники. Да. Итак, Ирина, давайте протестим вас. Вот представьте, что вы уже беременны и у вас седьмой месяц беременности. Большой живот плюс 10 килограмм минимум веса. Как ощущения? Ну, по-моему, хорошо. Так. Мечтаю. Восьмой месяц беременности. Ну, все, я чувствую себя комфортно. Немножко есть дрожь из-за волнения, а в целом у меня приятная эмоция от этой мысли. Так. А из-за волнения где есть дрожь? Вот здесь. У меня всегда вот здесь дрожь, когда меня что-то беспокоит. Вот здесь. Что-то беспокоит. А что в этот момент беспокоит, хотя вы уже беременна, вы достигли своей цели? Как вы это интерпретируете, ощущения? У меня здесь всегда, когда я чего-то боюсь, когда у меня страх. Всегда вот здесь. Сейчас я чувствую себя. Ага. То есть смотрите, какая же ситуация. Я чувствую себя волнение. Да. Смотрите, какая ситуация. Вы беременны, восьмой месяц, и чувствуете вот это ощущение, которое обычно сопровождается при страхе у вас. Да. Вот сейчас что-то у меня есть. Окей. Вот поймайте это что-то, и мы пойдем в прошлое, посмотрим, что это на самом деле, и почему она в данной ситуации вам мешает. Итак, мне 30 лет. Есть это ощущение в вашем теле? Оно намного меньше. Сколько процентов у вас есть? Ну, процентов 20. Может быть. 20. Мне 20 лет, как ощущение. Ну, в принципе, тоже. Практически, может быть, даже все... 10 лет. 10 лет. Очень маленькие. Очень маленькие. Вот все практически с 30 лет, дальше держится в маленький уровень. Вот здесь неприятно. Сколько процентов? Сколько процентов? Осталось. Ну, так же. Могу интерпретировать 20-10 немножко. Примерно. 20-10 немножко. Итак, мне 5 лет. Очень спокойно. Очень спокойно. Ну, как будто бы даже, да. Вот нету этого в 5 лет ощущения? Нет. Мне 10 лет, как ощущение? Мне 10. Появляется и нарастает. Так. Мне 8. Так же, как и в 10. Мне 6 лет. Очень быстро успокаивается. То есть, нету ничего в 6 лет? Да, нету. Мне 7 лет. Потихоньку появляется чуть-чуть, да. Да. Что такого в 7 лет произошло? Кстати, чего это ощущение стало появляться в моем цели? Я не знаю. Что в связи с этим чувством в этом возрасте я воспринимаю? В какой ситуации это чувство рождается? Что я вижу в этот момент? Ничего не вижу, слышала. Просто приходят, что крики. Крики. Кто кричит? Папа. На кого? По всей видимости, на меня. Что он кричит? Ой, я не знаю. Он очень часто кричал. Я не могу сейчас его вспомнить. Вот попробуйте расслышать, что он кричит. Бестолочь кричит. Бестолочь. Угу. Так, что еще помимо бестолочек кричит? Будешь знать. Что знать? Он наказывает вас физически? Да, вероятно. Я не знаю точно. А в более позднем возрасте, там, 10-15 лет, какие у вас были отношения? Ну, где-то лет до 12-13, наверное, еще он так применял физическую силу. Считал, что нормально это ремнем там колосить. Ну, его так в детстве тоже воспитывали дедушка, бабушка. А потом, где-то уже после 13-14, это все прекратилось. А крики? Ну, он всегда был вспыльчивый, но уже я стала взрослой, мало на это обращала внимания. Но в 15 лет у меня было желание купить свою квартиру и уехать. Хотя он очень хорош, он просто, ну, как сказать, не сдержанно. Ну, просто орет. Да, просто орет. Так, как ужаленный, да, чем-то? Ну, чуть-чуть не так, сразу просто орет и все. Ну, то есть без мата, без ничего, просто вот крики, вопли. Вот так, да. Ну, а маме достается вашей? Ну, видимо, мало, нет. Ну, как-то нет. В основном досталось нам. Ну, когда вы, ну, нам это кому? Кто у вас еще? Брат есть? Да, да, да. Какого возраста? На год младше меня, мне 38. Младше, младше. Какая его личная жизнь сложилась? У него все хорошо, двое детей, жена, все благополучно, более или менее. Так. Что еще папа так у орал? В каких этих ситуациях был крики? Ну, я даже не могу сказать, потому что мне казалось, что это было всегда, все время, по-любому поводу. Перманентно. Да, там не так стоят, как они там стоят, что-то разлили. Там, ну, вообще, это было неважно, что. Да. То есть вы для отца были исчадем ада? Ну, я бы так не сказала, но он просто вот так нас воспитывал. Ну, смотри, вот вы были ребенком, стали немножко повзрослее и стали понять, что рядом огромное существо, которое орет на вас по любому поводу и без повода. И как вы себя в 7 лет на фоне этого гиганта себя чувствовали, который называется отец? Ну, я его боялась. То есть у меня в школе, в первом классе, во втором, то есть если мне грозили поставить там тройку, например, или тройку, что еще. У меня был уже в школе мгновенный выброс адреналина. Я понимала, что я дома получу по первое число. Я начинала уже в школе плакать. Учителя не понимали, что со мной, чего я там рыдаю. Я не могла никому объяснить, что я приду домой и получу там дома по-серьезному. Ирина, скажи мне, а ваш папа, он старший в своей семье? Старший брат, но не с большой разницей. Нет, он у вас в своей семье родительской, он старший, да? Та же, как и вы? Да. Я понял. Окей, давайте с этим поработаем, а потом я вам пару слов скажу, о чем все речь идет. Так, скажите себе, не один день я в животе у своей мамы. Как там ощущения? Ой, хорошо. Замечательно. Хорошо. В этот момент к вам приходит Бог и говорит, дорогая Ира, в твоей жизни получится так, что когда ты будешь расти, ты будешь постоянно слышать крики твоего отца, который будет орать на тебя и на твоего брата по поводу и без. И ты его будешь очень сильно бояться. Но все это к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты его любила таким, как он есть. Это к тому, чтобы ты получала удовольствие от своей жизни просто так и без всяких условий. Это к тому, чтобы в будущем, если ты задумаешься родить ребенка одного, двух или трех, ты бы сделал это легко, без всякого напряжения, и получай от этого огромное удовольствие, наслаждаясь каждым моментом своей жизни. Как ощущения? Ну, прекрасно. Чтобы так и было, да. Мне семь. Мне семь. Мне семь лет. Я учусь там в первом или втором классе. Я прихожу домой, и мой папа идет. Я получил двойку. Как ощущения? Спокойно, более спокойно. Да. Тут что-нибудь екает где-нибудь в груди? Мне кажется, все равно немного есть, честно говоря. Немного сколько процентов? Я думаю, процентов 10 точно есть. Все не ушло. Все не ушло. Что он еще такого папа ваш говорил? Вспомните, вот эти 10 процентов, из чего они состоят? Да может, это и не папа вы все. Ну, что пришло, значит, пришел же папа. Кем вы себя ощущали? Понимаете, в чем дело? Я себя всегда ощущала защищенной. То есть у меня не такая психика, что мне сказали, ты там такая-сякая. Я стала сразу сомневаться в себе. Я никогда в себе не сомневалась. Меня принизить они не могли внутри никак. Так, ну вы же боялись? Вы же его боялись? Да. Так. Ну это вот достаточно уже. То есть смотрите, какая штука получается. Здесь типичный запрет на появление ребенка у вас, психологический абсолютно, связанное с тем, что когда вы ощущаете, что появится в семье ребенок, у вас папина программа всплывает, что дети – это проблема, на которую надо орать, на которую надо наезжать. И вот это чувство детское, оно просыпается. И в этом, с одной стороны, вы хотите стать ребенком, но не позволяете этому существиться. И ваше тело спрятало этот страх внутрь, и теперь желание беременности у вас вылетает в виде чего? Полипа. Понимаете, да? Который, ну, по сути дела, просто является отображением желания забеременеть, но не является самим ребенком. Потому что если я появлюсь, я этот ужас буду опять испытывать. И теперь вся задача состоит в том, чтобы вот это воспитание, в кавычках, которое вы получали, полностью трансформировать. Что это? Ну, папа просто там вокалом занимался, понимаете? За стенкой. И вас это вообще бы никак не трогало. А домой приходил пушистый, воспитанный папа, культурно говорящий на французском языке и передающий вам культурные манеры. Понятно? И когда у вас такое будет детское восприятие, вы тогда позволите в свою жизнь прийти ребенку и не переживать по этому поводу. Поэтому там что-то еще осталось особенное, именно на вас направленное ощущение себя, там, маленькой девочкой, которая до конца еще не распакована. И хоть вы говорите, что у вас адаптивная психика, что вы можете не давать себя в обеду, но это может еще быть компенсацией того чувства, которое внутри сидит. Понимаете? То есть, если что, я по зубам дам. Это такая готовность дать в репу всегда, которая говорит о том, что внутри есть боль, и я ее пытаюсь все время скомпенсировать. Были у вас агрессивные мотивы когда-нибудь в жизни? Вспоминаете себя? Нет. Приложные моменты. Нет, я очень спокойный человек. Ну, морду бельковой? Нет, никогда. Нет? Точно? Нет. Нет, нет, что вы. Нет. Я даже не могу поссориться с тобой. А когда напьетесь? Нет, нет. Я нет. Никогда. Это вообще не про меня история. Как алкоголь на вас влияет? Ирина, как алкоголь на вас влияет? Либо мне весело, либо хочу спать. Либо хочу спать. Окей, хорошо. Ну, давайте еще сосредоточимся, да, внимательно, на этом этапе вашей самостоятельной жизни, да, в 7-летнем возрасте, когда вы пошли в школу. И в этом возрасте, вот еще раз, вернувшись, вот это ощущение, которое осталось остаточное, с чем оно связано? Что вспоминается в связи с этим? Приходит слово «какая-то неудовлетворенность». Не знаю, почему. Чем или кем я неудовлетворена, или кто мной неудовлетворен? Отношениями с родителями я неудовлетворена. Удивительно, приходит такое. Как это? Вот я неудовлетворена в 7-летнем возрасте отношениями с родителями. Что такого я им в качестве претензий предъявляю? Часто ругают. Много часто ругают. И мама тоже ругала? Да, и мама тоже. Так, за что мама ругала? Мама меньше и не так, но тоже ругала. Сейчас не могу сказать. Вот что такого мне мама говорила? Вот мамина послание, мой адрес было еще. По какому поводу? Я разбрасываю вещи, разбрасываю, не складываю. И что она мне говорит в этот момент? Вас за беспорядок ругала. Что она мне говорит в этот момент? В этот момент она говорит, я тебя отправлю к бабушке. Только бабушке ты можешь раскладываться и наводить порядок. Так, и кто ты в данный момент для меня? Что? Кто ты для меня? Вот если я мама, да, и вас ругаю. Кем ваша мама вас представляла, чувствовала? В этот момент, когда нас ругала? Нет, она меня любит абсолютно точно. Я это понимаю, чувствую. А ее ругань на что была направлена, когда вас ругали за ребрасными весами? Что еще мама говорила в этот момент? Вот это чувство, которое осталось, с чем оно связано? Просто мне хотелось, чтобы, вот я сейчас понимаю, мне хотелось, чтобы все было очень спокойно. Типа. Вот для меня, то есть, вот это все было очень сложно. Вот это все, повышенные тона, вот это все, мне это всегда было сложно. Почему мне это было сложно? Из-за чего? Ну, неприятно. Ну, вот что неприятно? Вот ощущение еще есть, да? Вот оно там хоть не такое сильное, но осталось. Вот что именно неприятное еще осталось? Прямо увидьте это, услышьте. Хочется просто, чтобы пожалели, как-то объяснили спокойно. Что объяснили? Ну, что что-то не так, если я что-то не то делаю. Вот я что-то не так, с точки зрения моих родителей делаю. Что я не так делала в своем детском возрасте, что у них вызывало бурю негодования? И кем они меня считали в этом моменте? Какие эпитеты? Да, не слушаются. Да, не слушаются. Вообще, я делаю все не так, как они хотят. Так. Кто я для них в этот момент? Кем они меня называют? Какой эпитет мне пришивают? Эпитет. Да. Кем ословили, называли? Конкретного слова я не помню. Мне ничего не такое не приходит. А ощущения тогда, вот это с чем связано? Вот это достаточно. Может быть, даже что-то другое. Не могу сейчас конкретно. Что другое? Что другое? Очень сложно сказать. Не могу сконцентрироваться. Не могу сконцентрироваться, потому что мысли уходят вообще далеко вперед. Куда вперед? Мне 7 лет. Я это чувствую. Что происходит? Даже то, что мама с папой ругают, то, что мама повышает голос, сейчас я это чувствую, как просто непосредственно, как вот, скажем так, что у нее, чувствую, мало терпения там заниматься. Мама устала. Мама устала, нет возможности у нее там много выделять времени, чтобы что-то объяснять. Некомфортно, да? Вот в этот момент. Да. И теперь представьте, что я этой мамой становлюсь. Как ощущения? Ой, да, я правильно говорю. Ощущение просто усталости. Так. Ощущение усталости. Так. Просто я чувствую, что я устала. Хочется, чтобы дети быстрее там убрали, легли спать. Так. И вот быть такой женщиной хочется? Нет. Такой уставшей хочется. Вот. Поэтому что получается? Что организм получает запрет, опять же, да? То, что такое я не хочу быть. Поэтому я такое не буду. А поскольку боль во мне живет, она и манипулирует моим состоянием. Давайте мы сейчас отработаем. Маму не трогали. Вот. В предыдущем внушение. Сейчас это сделаем, посмотрим, как ваше состояние изменится. Итак, у меня один день, я в животе у своей мамы. Как там ощущения? Очень хорошо. В этот момент ко мне приходит бог и говорит, дорогая Ира, в твоей жизни получится так, что твоя мама вместе с твоим папой будет повышать голос, мама твоя будет тебя ругать за то, что ты ей будешь доставлять хлопоты, а она будет вечно уставшая в момент этого. И тебе будет от этого некомфорт, и ты будешь от этого бояться. Но все это к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда счастливой, самодостаточной, уверенной в себе девочкой, а потом и женщиной. Это для того, чтобы ты легко забеременела и родила столько детей, сколько захочешь. Это к тому, чтобы ты была всегда счастлива, безусловно, и наслаждалась этой жизнью каждый миг и без всяких условий. Как ощущения? Очень хорошо. Так, мне 7 лет. Как ощущения? Да, очень нормально. Мама орет, уставшая пришла, я там что-то не так убралась, а мама орет, папа тоже орет. Как дела? Как я это чувствую? Как я себя чувствую в этот момент? Я чувствую себя более спокойно. Так, я беременна 8 месяц. Какое ощущение? Очень хорошо, замечательно. Так. Окей. Ну, понаблюдайте за собой дальше, как дела будут складываться. Обычно такого одного сеанса хватает, чтобы нормальная беременность наступала и больше полипонируется. Спасибо. Ну все, удачи вам. Потом напишите. Спасибо огромное, я вам напишу. Да, удачи. Ну что, друзья, идем дальше. Давайте я включу сейчас ваши вопросы. Я сейчас комментарии стал выключать, потому что, ну, они отвлекают многих. Мне часто пишут, выключите комментарии и так далее. Так, 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 так. Можно меня? Друзья, у нас 9 минут в этом эфире осталось. Я напоминаю, что вслед за этим будет прямой эфир, который называется «Сила безусловной любви», где я буду разбирать уже проблемы личной жизни. Если вы никак не можете встретить вторую половинку, либо у вас уже есть семья, в которой какие-то есть проблемы. А здесь мы разбираем вопросы психосоматики, вопросы здоровья, душевного здоровья, физического здоровья. И таким образом, помогая кому-то, одному из вас, те тысячи людей, которые потом просматривают эфир, точно так же резонансом получают этот здоровенный эффект. И если у вас с героями есть аналогичная боль, а это очень часто происходит, то в этот момент, даже если вы в это не верите, ваше подсознание так же перестраивается. И срываешься на детей. Не нужно срываться, нужно полюбить себя и кайфовать от этой жизни, и тогда срываться никогда не будете. Так, 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 так. Очень интересно. Ну, ник сохраните Ирине, напишите, и общайтесь с ним дальше. Эфир будет прямо здесь же, в моем аккаунте Инстаграм через 8 минут, пока я могу ответить на ваши вопросы. Я, конечно, могу кого-то еще взять, постараться побыстрее отработать. Как пережить аборт? Лучше его не совершать, но совершили, просто простите, и все. Так, как перестать покупать внимание мамы? Ну, это что-то сложнее у вас есть. Скорее всего, это тоже программа, которая у вашей мамы сидит, подсознание вами манипулирует. Так, сегодня пару воспоминаний пишут про родители. Отлично. Вы чувствуете, что сами проработали все свои внутренние проблемы своими силами? Не всегда своими силами, но многие проблемы разрешил. Вероятно, если какие-то темы еще будут вылезать, я над ними регулярно работаю. Так, Ирина, напишите, пожалуйста. Вы все время сразу состыкуетесь, она вам будет писать. Так, что делать, если оргазм привычный? Что значит привычный? Что значит непривычный? Так, очень нужно, поищи почему. Так, бруксизму. Ну, если заявку подадите, то я вас тогда возьму. Влияет ли рот на деток, рожденных вследствие ЭКО? Конечно, влияет, куда будем бьаться-то? Ее все-таки генетическая информация от родителей передается. Так, почему, мамы дорогие? В себе искать нужны силы, просто они у вас заперты, поэтому не хватает. У меня схожая история с Ириной, на ее примеры забрали в своем родителе. Классно, видите, сразу в моменте находятся подобные герои, у которых аналогичная ситуация, и у вас понимание наступает, в этот момент вы разблокируете свою боль, и мир становится лучше. Я, то есть, помогая одному, а у других все разрешает сразу. Так, из-за паники с коронавирусом, боли в грудной клетке, и спине между лопаток медитировать на это не помогает. Что делать? Искать первенчатые травмы. Дело не в коронавирусе, а в том, что у вас была готовность к подобным пандемическим настроениям, и вы легко в них включаетесь. Был бы не коронавирус, а какой-нибудь там еще лягушачий вирус, давайте так, придумал в качестве бреда, но от лягушек, передающихся человеку. Вы бы точно так же его боялись. В общем, я дарю маму дорогие подарки. Так, боится, когда ловят собаки. Ну, конечно, ребенок, который находится внутри, он все чувствует. Подать заявку очень просто. Найдите пост от 14 мая 2019 года, и там все подробные условия указаны. Надо сделать репост фотографии, сделать репост текста, чтобы у вас хэштеги все были установлены. И тогда перед эфиром вчера, вот я смотрел, несколько человек в список включил. Те, кто правильно выполнили все условия. И если у вас главное, чтобы открытый был аккаунт, и тогда я найду ваш пост и вас в список включу. Так, в чем я талантлива? Надо вас смотреть. Гинка. Так, следует стало плохо за рулем, после появился страх, нет, панические атаки и тревоги. Не могу от этого избавиться, не могу за рулем ездить спокойно после этого. Но это вы выделили свою проблему. А что делать? Что надо с вами работать. Так, слушай, ребенок заболел диабетом. Ну, хорошо. То есть, вы заявку хотите, да? Морков Чинкова, Моркончанкова. Сейчас я посмотрю, если вы есть, попробую посмотреть. Моркончанкова. 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 Другой есть человек. Моркончанкова. Чинкова. Сейчас посмотрим. Нет у вас. Вы не подали заявку. Вот в следующий раз сделайте, а я вас туда возьму. Конечно, как Ариной. Мне вообще не помогло. Отлично. Отлично. Я рад этому. Ремотерна Тельсона действует. Хочу еще радиоторжать на здоровье. Так. А я узнал в этой маме. Так, я себя узнал. Сегодня плохо, завтра станет хорошо. Как перестать срываться на детей, не понимая, откуда агрессия? Агрессия внутри вас сидела. Просто когда у вас дети появились, она стала активно вылезать. Поэтому вспоминайте свое детство, вспоминайте своих бабушек, дедушек, и вам станет понятно. Так. Ну, что указано, глазнотик, закатываются глаза, и часто и моргания. Невроз. Традиционный медицин не помогает и не объясняет. Надо подойти к психотерапевту, либо подать заявку здесь. Я или кто-то посмотрит, и тогда какой-нибудь психотерапевт, если вы в эфир не можете попасть, то он нам поможет. можно таким образом проинвестирует, как мужчина чувствует рядом с собой, через погружение в него. Можно, конечно, но лучше. Но лучше диагностировать себя, что вы чувствуете, находясь рядом с мужчиной или желая иметь с ним отношения. И открыто проявлять эти ощущения, говорить о человеке, тогда что он чувствует по отношению к вам, и сразу поймете. Так. Всегда в нужный момент говорю «благодарю». Слезы и свет. Так. А если боль отблокировалась и не проходит, что с ней дальше делать? Отрабатывайте, смотреть. Может, вы еще не все до конца осознали, поэтому держатся. Когда закончится пандемия? Как вы только себе скажете, что в моей голове пандемии нет, мне все спокойно в жизни, мне все прекрасно и удивительно, и классно. Тогда так и будет. В вашей жизни пандемии не будет. Вы ничем не заболеете, и вы будете влиять на свое окружение, чтобы у вас все было хорошо. У нас клиник Новита работает полным ходом. Работает во. Сейчас официально, у меня всегда был такой мы слышим, что мы будем работать, да? Ничего, медицину не закрывают, наоборот, дают карблан, чтобы сейчас помогать работать с людьми активно. Поэтому у нас все в порядке. И если вы этого принципа будете придерживаться, то на своем месте вы точно так же наведете этот порядок. И тогда действительно мир будет исцелен гораздо быстрее. Так, как простить отца? Детей за подлость в разводе 4 года. Просто вероятно, вы были запрограммированы на такое действие, которое вы назвали подлость. И вы невольно выбрали этого человека, который это способен был совершить, чтобы вам показать внутреннюю боль, которая была у вас давно. цистит, мучает, что это по-психсомански. Это взаимоотношением в своей территории, в своем доме. Что-что, когда-то у вас в территории кто-то попросил или с ней что-то не так происходит. А ребенок думает, что его не любят. Как это изменить? Он думает, а главное, что он чувствует. Думает, что он может все что угодно. Особенно в подростковом возрасте. А вот главное, что он чувствует. Обиды на маму и наихватка внимания в детстве. Как простить? Сделайте медитацию прощения. Кстати, я хочу сказать, что сегодня наконец-то вышло новое обновление мобильного приложения Центра семейной психологии. Поэтому вы можете в Google Play или же, если у вас Apple, найти в мобильном приложении скачать обновление и оно будет шустрее работать и все лаги, которые там были, их уже нет. Так, это приходит во время ваших эфиров. Да, это прекрасно. Так, сколько стоит ваш прием? Ведете ли вы? Конечно, в виду мой прием стоит 65 тысяч рублей пока еще. Это персональные работы и 100 тысяч это за семейные консультации это родовое приходит. Так, можете, моя проверка. Давайте я не проверяюсь, я буду работать. Это время. Понимает проверка. Так, стойные паники. Так, 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 так. Ох. Сколько терапии нужно родовых расстановок нужно сделать средним человеком? Одну, или если ресурсов своих нет или какая-то серьезная картина, то от 3 до 6 месяцев работаю еще. А так большинство одного расхватывает. Так, у меня все круто, классно. Из-за чего частый гормональный сбой, проблемы с кожей. страхи стоят сидят невротические. Так, 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 так. Друзья, значит, этот эфир сейчас я завершаю, чтобы его сохранить. Выйду, где-то через 2-3 минуты снова вернусь к вам, но уже с другим эфиром, где мы будем разбирать вопросы личной жизни и делать так, чтобы стало больше крепких семейных отношений и больше любви в этом мире. Поэтому большое спасибо за внимание. Ждите нового эфира, который наступит через пару минут. Субтитры сделал DimaTorzok